Нормально, потому что это тело Господне, да? Встречайте, Игорь! Я из города Ровно, передаю вам приветствие. Это на западе Украины. В нашей церкви 10 лет. У нас есть несколько служений, которые у нас как бы постоянны. Это мы посещаем интернаты и как бы работаем с этими детьми. Некоторых детей просто как бы семьи принимали. Есть одна семья, которая там двух-трех детей брала домой, к себе они сейчас живут. И также у нас есть... Вот это лучше, да? Вот. Еще есть у нас служение такое для людей, которые, ну вот, у них со здоровьем проблемы. Кто-то на коляске, кто-то просто, ну, как бы, мы говорим неполноценно, ну, может функционировать. И я просто, когда вот, ну, сегодня вот пели песни, и вот когда были слова, что я отвергаю болезни, вот, я вспомнил Иисуса в Гефсиманском саду. И как человек, он не хотел туда идти, на крест. Он этого не хотел. И он говорил отцу, если возможно, пускай меня эта чаша минует, но пускай будет воля твоя. Не в моей силе принимать или не принимать болезни. Я над этим не властвую. Потому что через эти болезни, вот, когда люди даже в колясочках или там, ну, лежачие просто, есть такие, которые вообще просто, ну, только голова вот. И через эти болезни они пришли к Богу. И я знаю много случаев, за нами всегда наблюдают, вы поймите. За нами всегда смотрят люди. И как я могу утешить того, кто болеет, если я никогда не болел, я не знаю, что это. Как я могу помочь тому, кто в беде, если я в этой беде не был. Но если я через это прошел, я прихожу к нему, и я понимаю его. Знаю, как ему трудно, что он переживает. Я подаю ему руку и веду за собой к Богу. Это должен быть не страх болезни, а вот быть неготовым пройти через это. У моего, как бы, пастыря нашего областного. У него когда-то дочь в аварию попала, они ехали бусом, их много было. И, ну, больница, операция, там она на грани, как бы, жизни и смерти. Ну, и это, как бы, операционный, и там много родителей, много людей. И к нему подходят, вот, там, мамы или папы. Говорят, расскажите, почему вы спокойны? Ваша дочь, как бы, там на грани жизни или смерти. Он говорит, ну, как я спокоен? Потому что я молюсь сейчас Богу, я доверяю эту ситуацию. Но я знаю, что он захочет, то он и сделает. Это его ребенок, и он по власти его. И говорит, люди через это потом звонили, и приходили, ну, как бы, на группы. Вот у нас ровно в основном это хорошее служение, это группы. Это домашние группы. Туда мы приглашаем людей, они приходят, мы с ними изучаем Библию. И уже в воскресенье у нас, как бы, большое такое служение. Потому, ну, для меня болезнь, как говорил Моисей, что 70-80 лет, да, для человека дана. И лучшая идея из них – это труд и болезнь. Потому что, ну, через это все люди больше познают Бога. Что говорится о приветствиях? Я когда-то не понимал вообще. Ну, вот люди встают, передают привет. И все помните, когда была такая коммунистическая партия, и она воевала с Богом. Она все твердила, Бога нету. И вот в какой-то, представьте себе, деревушке было там 5 или 7 или 10 или там 15 верующих людей. И к ним приходил кто-то из органов и говорил, «Вы сумасшедшие верующие, вас тут 5 человек. Посмотрите, больше нигде нету таких, как вы. Зачем вам это? Все знают, что Бога нету. Прекращайте». И когда, представьте себе, приезжал кто-то из другого селения и говорил, «Вам привет от той церкви», это было ободрение. Мы не одни такие сумасшедшие верующие. Вот почему важность была вот этого приветствия. Поэтому я передаю вам также привет от нашей церкви. Пусть Бог благословит вас в ваших служениях, в ваших путях. И пускай людей додает. Потому что мы здесь для чего? Чтобы Царство Божие ширилось. И если даже говорить, я слышал, кто-то поехал на бизнес-тренинги, там сейчас вот это модно. Я думаю, это просто побочный эффект. От чего? От пустоты. Потому что... Как проверить себя? Отключите телефон, уберите интернет, не звоните друзьями, откажитесь от кофе, там от ваших дел. Вы просто за один день посмотрите, насколько вы пусты. И эти искусственные заменители нам заменяют иногда Бога. И мы думаем, что это только у неверующих людей пустота. Она и у верующих. Просто мы ее чем-то пытаемся заглушить. И когда вот этого нету, тогда вот начинается гонка то за властью, то за деньгами, то за хорошей машиной, то еще за чем-то. А человек нуждается в двух вещах. Верующий. Это в милости, потому что я грешник, каждый день согрешаю. Мне нужно, чтобы Бог меня каждый день прощал. И в благодати. Чтобы Он меня ею наполнил. Чтобы она была видна во мне. И тогда мне не нужно, как вы говорите, придумывать служение, как говорил вам лепископ. Потому что человек смотрит на меня на работе. Я говорю, слушай, друг, открой тайну. Что с тобой? Соседка мне подойдет и скажет, слушай, друг, открой тайну. Что с тобой? Тайна одна. Божья благодать, которая изменила мое сердце. И если Христос живет в моем сердце, как говорит Павел, не я живу, но Христос во мне. Что оно мне дает? Практически. Когда я еду сюда, я прохожу множество таможней. Это страшные места. Но Христос каждого из них прощает. Каждого из них терпит. И ни с кем из них не ссорится. Христос живущий во мне. Как это проявляется во мне? Ну, я тоже с ними не ссорюсь. Я их прощаю. Я их благословляю. И это сердце измененное, оно видно везде. Дома, на работе, в школе, в поездке, где бы это ни было. Вот в чем перемена сердца. Когда Христос живет во мне. Он дает мне вот эту мудрость любить и прощать. Пускай Бог вас благословит, чтобы вы действительно могли любить, любить Бога, любить людей, вмещать их и прощать их. Тогда они будут приходить. Иисус был популярный человек. Свадьба. Кого позовем? Иисуса. Какое-то собрание. Кого позовем? Иисуса. Если люди нуждаются в вас, в вас виден Иисус. Но если люди говорят, тогда что-то, наверное, не то. Ну, это мои просто размышления за последнее время. Я тут по стечению обстоятельств. Я должен был еще в четверг уехать. Я по работе так попал. Сейчас живу в хостеле. Как Павел, знаете, снимаю жилье и говорю людям о Боге, которые там со мной. Я не учил французский. Учил английский. Со мной жил француз. Что я делал? Я качал французскую Библию. По-английски с ним разговаривал. Показывал ему французский. Там пятую главу Галатам. Третью главу Ивана. Пятую главу Ивана. Рассказал ему всю Евангелию. Его глаза как бы прослезились. Мы помолились. Я его благословил. И он уехал домой. Можно было возроптать. Господи, зачем ты меня здесь? Что я здесь делаю? Я живу непонятно где. Когда я уеду домой, я тоже не знаю. Но у Бога есть план. И то, куда Он меня привел, и как Он меня привел, это всегда лучшее место там, где я должен быть. Там, где я есть. Это самое лучшее на земле для меня сейчас. Я не знаю, где я буду завтра. Но завтра это будет самое лучшее для меня. Поэтому давайте помолимся, да? Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир, Ты прожил жизнь, Ты за наши грехи заплатил своей жизнью. Ты умер, но Ты воскрес. Ты показал нам, что есть воскресенье, что вера наша нещетна. Тебя видело множество учеников, и мы доверяем Слову Твоему, которое описывает Твое воскресенье. Мы, Господи, благодарны Тебе, что во всем мире есть дети Твои, есть церковь Твоя. Куда бы мы ни приехали, мы можем встретить родных нам людей, тех, которые веруют в Тебя, наши братья и сестры, Боже, мы благодарны Тебе. Я благодарю Тебя за эту церковь. Я прошу Тебя, восполняя все их нужды. Я прошу Тебя, добавляя людей к этой церкви, дай церкви мудрости, принимать людей, Боже, ухаживать за ними, помогать в нуждах этих людей, Боже. И пусть в этом всем будет, Боже, видна Твоя рука, милость Твоя, Твоя благодать и Твоя сила. Аминь. Я думаю, что давайте помолимся еще за Игоря, за его дорогу, Боже. Ну, хотелось бы. Ну, ладно. Давайте. Господь, мы благодарим Тебя за Игоря, Господь. Мы благодарим Тебя за его приветы от церкви. Ровно, Господь. Я знаю, что Твой народ, избранный народ, он вне границ, вне наций, вне языков Божия. Это Твой народ, святой народ, Господь. Я просто превозношу Тебя, Игоря, Отец, и его путешествие, Боже, сюда его путешествие, обратно, Господь, чтобы Ты излил Свою благодать и милость, Господь, изобильно излил, Боже, чтобы его путь, он был, правда, под Твоим покровом, под Твоей есенью, Боже, чтобы Ты всеческие обстоятельства, Боже, сделал таким образом, чтобы он не просто так скатался, а и выполнил Твой план, Господь. Я просто провозглашаю в его жизни Евангелие, Господь, чтобы он мог это Евангелие передавать другим людям еще больше и больше, чтобы много встреч у него было, чтобы много людей покаялись через него, Боже, чтобы его жизнь была наполнена Твоей милостью. И злей просто на него, правда, и достаток тоже, Господь, чтобы он ни в чем не нуждался, и он, и его друзья, и его церковь, и его семья, Господь. И благослови, пожалуйста, церковь, из которой он приехал, Отец. Я надеюсь, что мы с ним увидимся, Господь, и они будут к нам приезжать сюда просто. И просто благослови, благослови своим святым духом, чтобы мы могли вместе с ними делать Твою работу, Боже, Твою волю вершить на этой земле. Не свою, но Твою, Господь. Во имя Иисуса Христа. И все общество сказало. Аминь. Спасибо. Спасибо. Всем добрый день. Меня прямо сейчас дух Божий побудил. Говорит мне Бог, иди, говори. Короче, в общем, такая ситуация. Меня пригласили на работу временно, на месяц, чтобы заменить одну девушку. Она ушла в декрет, быстренько родила и вернулась. Я когда пришла на это место, на рабочее, я занималась продажами через интернет, осуществляла переписку с покупателями и осуществляла также отправку товара вообще по всему миру. В общем, когда я пришла туда, я сказала, что, Господи, я хочу быть благословением в этом месте. Я хочу, чтобы ты явил свою славу в этом месте. Компания занимается производством штампов по работе с кожей. Основной заказчик – это байкеры, рокеры, сатанисты. В общем, такая вся, ну, короче, косухи, кто носит всякие там. Ну вот кто с кожей работает, всяких там чертей там вырезают. Очень популярный штамп – это череп. Череп, понимаете? То есть я продавала черепа, но я их благословляла, эти черепа. В общем, за две недели моей работы прибыль выросла в три раза. И хозяин говорит, слушай, я вообще не знаю, что такое. Говорит, такое еще нечто. Говорит, какой-то канал открылся. Я молчу. Рассказала своим друзьям, рассказала Люде, пустошила. Она говорит, слушай, ты чего не говоришь, что это Бог? Я говорю, точно скажу. В следующий раз он опять мне говорит, я не могу понять, что такое. Говорит, столько денег, столько заказов. И он еще заказывает машинку из Китая, чтобы привезли, чтобы еще больше осуществлять этих штампов. И тут я говорю, да это я вам благословение принесла. Я же молюсь с утра до вечера, я же молюсь. Да ладно, ты просто в Фейсбуке отвечаешь правильно, все нормально. В общем, я проработала месяц. Мне заплатили нереальную сумму, просто. И пришла эта девочка. И она говорит, у нас такого вообще никогда не было. Она вышла из декрета, как бы у нас такого вообще никогда не было. Почему так произошло? А она, я пыталась ей подарить молитву покаяния. Она атеистка, она биолог. И в общем, она отвергла. В общем, первый день. Я не выхожу на работу. Она приступила к работе. Представляете, вообще нет практически заказов. На второй день звонит, он мне и говорит. Слушай, помнишь, я тебе там предлагал тоже магазин открыть, и чтобы ты вела продажи других людей, кто занимается по коже. Я говорю, да, только я сейчас не могу этим заняться. В общем, мне нужно подумать и так далее. Он говорит, слушай, я не знаю, что у тебя там. То ли у тебя денежное дерево дома стоит, то ли ты, говорит, эту лягушку китайскую гладишь, или этого мужика пузатого китайского гладишь. Я не знаю, но у тебя талант. Ты не должна его терять, этот талант. Я говорю, да это не талант, это Бог. Прям так по телефону ему говорю. Это Бог, я вам серьезно говорю. Он такой, ну ладно тебе, все. В общем, он мне предлагает, у меня, говорит, я не могу с этой вот девочкой расстаться, потому что у меня есть общий бизнес, который ты заменяла. Но я хочу предложить тебе везти другой магазин на другой торговой площадке, пожалуйста. Я говорю, подождите, подождите, я это, ну, мне надо подумать. И вообще у меня есть свои цели и так далее. Так вот, что я хочу сказать. В нас Дух Божий. Мы в Боге, Бог в нас. Мы являемся благословением в этом мире. Мы не просящие, мы дающие. Это основная наша с вами миссия. Люди, я призываю вас. Братья и сестры, я призываю вас просто принять эту истину, что мы являемся дающие. И мы благословение в этом мире. Мы способны людям нести свет. Реально, мы не только приходим сюда, чтобы наполниться, чтобы пережить кайф тут такой в присутствии Бога, и все и уйти. И мы должны это ощущение тепла мира нести в мир. Каждый день, когда мы просыпаемся, мы должны четко понимать, что наша миссия не просто прожить счастливо, успешно, быть здоровыми. Наша миссия – нести этот свет в мир. Вот на сердце такое. Я тоже хочу засвидетельствовать. Как вы знаете, пастор сейчас дает нам проповеди по книге Кэролайн Лив. Включите свой мозг. И мы должны дома и слушать, и размышлять об этом. И вот на второй главе я получила откровение. Все вы знаете, что четыре года назад у меня был рак, но не Божья воля, чтобы мы болели. И Божья воля, чтобы мы были здоровыми. И за три месяца я получила сверхъестественное исцеление от него. И читая эту книгу, на второй главе я поняла, почему я заболела. Я начала... У меня вот, как знаете, такое откровение. Я начала вспоминать о том, что происходило в моей жизни до моей болезни. У нас были очень тяжелые обстоятельства в семье. И у меня были такие мысли. Я думала, вот бы мне заболеть и полежать в больнице, чтобы мой муж оценил, да, как ему вот... Чтобы он понял, вот как... Он мне просто причинял очень сильную боль на тот момент. У нас были очень сложные отношения. И я думала, и в моей мысли... Я вспоминаю свои мысли, вот я про это реально забыла. Потому что я такой человек, ну, быстро прощаю, отпускаю. А тут я... Они у меня всплывают, и я все мне помню, думала. Вот бы вот я бы заболела, вот лежала в больнице. Он бы приходил, вот мучился, страдал. И видел меня, как я болею. Представляете? И я вспомнила, что я об этом думала. И я говорю, Господь, спасибо, что Ты мне это открыл. И что мы сейчас проходим вот эту вот книгу, да, как важно вот эти токсические мысли, которые у нас есть, просто проходить эту детоксикацию и впускать в наш разум Божьи мысли и Божью волю. Потому что Божья воля, чтобы мы были здоровы. Да, Бог допускает. В мою жизнь Он допустил. Я благодарна Богу, что за это время люди покаялись. Да, в больницах они приняли Иисуса Христа. И что именно в этот момент наша семейная жизнь, она изменилась. Мы переоценили отношения с друг другом. У нас перестали быть эти ссоры, скандалы. Что мы вошли в служение, которое несет благовестие. И Бог допускает. И мы всегда задаем вопрос, для чего. Но Бог хочет явить свою славу. И вот что мы сейчас проходим, вот эти вот курсы, да, детоксикации. Бог просто мне открыл, что у меня были такие мысли. Поэтому вдохновляю вас, чтобы, как Слово Божие говорит, да, и днем, и ночью, чтобы мы помышляли о том, что благо и угодно Господу, да, о горнем. Аминь. Спасибо. Слава Господу. Давайте мы будем уже потихоньку закругляться. Настало время помолиться за наши пожертвования. Спасибо.